Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Анастасия Алексеева. И сегодня у нас в гостях директор Государственного архива электронной и кинодокументации Чувашской Республики Алексей Георгиевич Белов. Здравствуйте, Алексей Георгиевич. Добрый день. Здравствуйте. Впервые в Чувашии пройдет сельский кинофестиваль. Событие для нашей республики как минимум уникальное, поэтому первый мой вопрос все-таки, что он из себя представляет, что это такое пройдет? У него название более длинное – сельский кинофестиваль экранизации литературных произведений, которые мы проводим в рамках празднования 70-летия Победы и года литературы, который проводится в России. В чем же заключается идея этого сельского кинофестиваля? Дело в том, что летом наше учреждение приняло участие в региональном конкурсе социальных проектов компании «Лукойл». И где-то более 200 проектов были поданы в целом. Это проекты из Мордовии, это проекты из Мариэл и Чувашии, Владимирской, Вологодской областей. И вот одним из проектов, который стал победителем, это как раз стал наш проект сельского кинофестиваля. Он очень заинтересовал тоже наших грантодателей, и мы будем проводить его буквально с понедельника, с 19 октября. Начнется сельский кинофестиваль, и в рамках этого кинофестиваля мы в сельских районах нашей республики, а именно в Ядрине, в Цивильске, в Маргаушах, Валикова и в Кудесях, Чебоксарского района, покажем самые интересные, самые последние ленты, которые рассказывают о Великой Победе, которые были созданы по мотивам известных книг, известных литературных произведений. Это в первую очередь, конечно, нашумевший фильм «Азори здесь тихие», снятый по мотивам повести Бориса Васильева. Все мы с вами читали эту книгу и смотрели фильм. Это новая экранизация, которая была создана в 2015 году. Вот, кстати, «Азори здесь тихие», и совсем недавно люди шли в кинотеатры, платили за него денежку, за новую экранизацию, которая была уже выполнена еще временная. И дело в том, что мы смотрели этот фильм в кинотеатрах здесь у нас в городе, а на селе не всегда есть возможность посмотреть фильм широкоформатный, в качественном формате, в качественном кинозале. Хотя, конечно, у нас замечательные есть, безусловно, клубы, но мы в данном случае за деньги нашего гранатодателя приобрели право показа на эти фильмы. И мы еще почему решили сделать их в селе? Потому что буквально недавно наш архив приобрел замечательное оборудование при помощи нашего чувашского правительства и при помощи федерального бюджета. Мы приобрели многофункциональный центр, который называется «Киномобиль», мы его так называем между собой. Фактически это полноценный кинотеатр, звуковое, видеооборудование, хороший профессиональный экран, который можно развернуть в любом месте, вплоть до того, что даже его можно развернуть в чистом поле, потому что у нас есть генератор для показа. То есть даже электричество ему такое проводное. Да, даже можно просто поставить генератор и показать хороший фильм в любом месте. Поэтому мы и хотели познакомить жителей села при помощи профессионального оборудования с самыми лучшими фильмами, которые были сняты во вне последнее время. А вообще, вот в ваш госархив часто попадают такие новинки? Все-таки фильм, два фильма 15-го года, «В тумане» 12-го года? Ну, вообще, на самом-то деле мы регулярно стараемся быть в курсе. И какие-то интересные ленты, именно которые имеют какое-то значение именно патриотическое, воспитательное, потому что одной из функций нашего архива является именно пропаганда российского кино. И мы приобретаем за счет собственных средств какое-то количество кинолент и показываем их в наших кинозалах. У нас есть свой в нашем архиве хороший кинозал на 55 мест. И практически регулярно в него приходят школьники, приходят студенты и знакомятся как с новинками отечественного кино, так и со старыми фильмами. Вот буквально на этой неделе у нас прошло 7 сеансов, где-то более 175 зрителей пришло. Я считаю, что это важная работа, потому что именно знакомство с какими-то шедеврами отечественного кинематографа, оно вот в нашем архиве происходит регулярно. Люди должны знать свою историю, люди должны знать историю кино. И вдобавок, вот уже в интернете появилась информация, что практически вот уже следующий год будет объявлен годом российского кино. И я считаю, что вот в данном случае... Чуть-чуть опередили вы события. Мы не опередили события, мы всегда работали над этим. Просто сейчас государство еще больше поворачивается к российскому кинематографу. И я думаю, что наша работа, она как-то вот будет в этой струе. В том числе, если есть кинофестиваль. Ну, кстати, вот те пять площадок, на которых пять жилых районов, пунктов, городов, в которых пройдет кинофестиваль, там есть кинотеатры? Или вы исключительно будете мобильным комплексом? Там есть профессиональные клубы, там есть оборудование. Но оно, в данном случае, наш многофункциональный центр, он оснащен хорошим именно звуковым долби-оборудованием. Вплоть до того, что у нас даже есть возможность для показа 3D-фильмов. И поэтому мы именно будем использовать это оборудование для того, чтобы показать именно качественно. Качественный звук – это важно. Когда вы сидите в современном кинотеатре, вы это ощущаете. Качественное видео – это тоже важно, потому что у нас специальный профессиональный экран, который мы сами устанавливаем на сцене и показываем на него. Я так понимаю, вход на все кинопоказы будет бесплатный. То есть каждый желающий, кто хочет, кто придет, он сможет посмотреть? Или все-таки есть… Вместимость кинозала. Вместимость кинозала, да. Вместимость кинозала, да. Ну, на самом-то деле, конечно, мы будем показывать, разворачивать наше оборудование, в данном случае, в клубах. Они, безусловно, имеют предельное количество мест. Но, тем не менее, в каждом месте мы будем проводить два киносеанса, два фильма. Я думаю, что все, кто захочет посмотреть кино, придут и действительно насладятся игрой актеров и посмотрят и современные ленты. И я думаю, что какое-то потом, может быть, обсуждение тоже пройдет уже между школьниками, в классах, в школах. Я думаю, что мы этот фестиваль все-таки поставим на такие постоянные рельсы, потому что мне кажется, что в селе востребовано хорошее кино. А мы можем это позволить и можем показать им при помощи профессионального оборудования. Вот вы немножко предупредили мой вопрос. Я хотела сказать, все-таки пять площадок. Да, это немало, но это и немного. И вот поехать дальше по Чувашии, там, южнее, например, есть… Мы, безусловно, думаем об этом. Более того, в ноябре месяце у нас будет еще один кинофестиваль, который мы сейчас планируем провести с фондом «Первозданная Россия». Но это фестиваль уже экологического направления. Этот фестиваль тоже будет проходить на площадках уже в других районах. И мы хотим познакомить жителей других уже районов и городов с документальными фильмами, созданными о замечательной природе нашей родной России. Вот сейчас переговоры как раз. Это будет интересная документалистика, которая будет касаться и Сибири, и Дальнего Востока. Мы покажем и родную Чувашию. Вот это фестивальное движение, фестивальный блок мы хотим в своем учреждении продолжать. Я думаю, что в рамках года российского кино мы еще что-нибудь придумаем еще. Ну что ж, в завершении нашей программы небольшой я, наверное, попрошу вас пригласить всех жителей. С 19 по 23 октября в районах Чувашии, а именно в Маргаушском районе, в Ядринском районе, в Валиковском районе, в Чебоксарском районе и в Цивильском районе пройдет сельский фестиваль экранизации литературных произведений в рамках 70-летия Великой Победы и Года литературы. Мы покажем фильмы, такие как «Азорь и здесь тихие» 2015 года, фильм «Единичка» режиссера Кирилла Белевича тоже 2015 года, а также фильмы «В тумане», фильмы «Испанец», фильмы «Буду помнить» и фильмы «Цель вижу». Все эти фильмы сняты буквально в последние 3-4 года о войне нашими профессиональными российскими режиссерами. Эти фильмы пройдут 19 октября в Ядрине, 20 октября в Маргаушах, 21 октября в Валиково, 22 октября в Цивильске и 23 октября в Куесях Чебоксарского района в Центральных клубах. У нас каждый день в час и в четыре будут проходить киносеансы. Но лучше всего посмотреть программу, конечно, и уточнить в своей районной администрации или в своем районном клубе. Приглашаю всех прийти и посмотреть. Вход на все кинопоказы бесплатный. Мы будем очень вас ждать. Большое спасибо. Что ж, я надеюсь, все услышали и все, кто захотел и заинтересовался этой информацией, обязательно придут. Спасибо вам большое, Алексей Георгиевич, за ценную информацию и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!